Приветствую всех! Огромное спасибо всем, кто поздравляет меня с рождением Дашеньки. Ну что, нежданчик? Нежданчик, только освободилась. Мы сегодня даже не отмечали день рождения Дашки. У нее сегодня смена была, она работала, у нее съемки. Привет, не спящим! Приветствую, мои родные! Еще раз благодарю всех, кто поздравил меня с рождением Дашеньки, с Резвашкой, то, что поздравляли. А я вас поздравляю со вторым месяцем лета. Итак, солнышки, я не буду сегодня отвечать на ваши вопросы. Возможно, я это смогу сделать 3-го числа. Завтра день под завязочку забит. Спасибо, спасибо. Вот, поэтому 3-го числа мы с вами будем отвечать на вопросы. То есть вы задавайте, я отвечаю все как обычно. Вот. После вчерашнего эфира в закрытой группе. Вы мне, все, кто не в закрытой группе, стали писать, а мы, а мы, пожалуйста, мы же не брошенки. Что хочу вам сказать? Растите. Потому что в закрытой группе это не только 1000 рублей в месяц. Это еще и надо дорастать сознанием. Вот. Спасибо. Тема эфира. Тема эфира очень интересная. Я не буду трогать тему, которую мы трогали. Смотри, это обсуждала я и говорила вчера. Это для другого потока. С вами я хочу обсудить другой момент. Все, кто помнит, все, кто участвует со мной в Новолуниях, в проекте, вы помните, что мы проходили разные истории, да? И вот одна из историй у нас была, когда мы соединяли инь и янь. Кто-то, можно сказать, мужское и женское, белое и черное, да, добро и зло. Так вот, я хочу вам сказать одну такую вещь. Я сегодня хочу с вами поговорить или вам быстренько-быстренько на ночь глядя рассказать, чтобы оно было и не страшненько, и еще было над чем подумать вашему мозгу. Мозг же надо кормить правильными вещами, а не только инсталентой. Или там кто как готовит и что там делает. Успела на эфир, Женечка, успела. Так вот, смотрите, тема эфира сегодня следующая, да? Вы очень умные, вы очень много бросаетесь фразами, цитатами великих людей. И особенно мне нравится, когда многие из вас смысла их не понимают, не знают. Извините, кошка. Заходи. Она опять принесла мышку. Да я тебя и так люблю, да ты и так молодец. Ну оставь ты этих мышей в покое. Все. Мышка у меня под кроватью. Ладно бы мышей, вы понимаете, что она делает? Она кротов ловит. Так что, я как-то пожаловалась, принесла кроты. Это что такое? Какую надо систему? Вот она теперь их приносит. Уже четыре принесла. Ладно, смотрите. Вот эти сказки перед сном я когда-нибудь сделаю, я буду читать вам что-нибудь. Мозгу нужно давать хорошую пищу для сна. Это вы спите, он еще работает. Это вы мелатонин нарабатываете, а ему надо все по полочкам разложить, компьютер свой апгрейдить, чтобы к утру у вас было все свежо, по полочкам разложено. Вот такой у нас трудяга. Так вот, сердечко лозрит твое, ты моя умничка. Ой, боже, я аж дождалась. Мне привезли кварцы, горный хрусталь, и на каждом из них есть такое понятие щетка. Ну вы в камнях, когда будем разбираться, тогда я вам расскажу. Не друза, а щетка. Аметистовая щетка, агатовая, ну разная. Это потом расскажу. Смотрите, так вот, я говорю о том, что вы вычитываете философские вещи такие, пишете их у себя на странице, говорите, но иногда смысла этого не понимаете, да? Все слышали такую притчу, как называется, про двух волков, которые у нас внутри сидят, да? Слышали, я надеюсь, этой серии, что такое добро и зло? Вот представь, что у тебя внутри сидят два волка, один белый, другой черный. То есть одно добро, а другое зло. Все будет зависеть от того, какого волка ты кормишь. Все это пишут, и конечно же, конечно же, у всех есть свое понимание. Надо кормить, ну, добро, и тогда ты будешь самая добрая, и все остальное. Солнышки мои. Вот здесь у нас и кроется самая большая подстава. А в чем она заключается? Давайте мы все переведем на человеческие факторы. Я же логист, логик, логист, логист, который движение, да, и движение делаю. Так вот, посмотрите ситуацию. Давайте перенесем вот этих двух наших волков, доброго и злого, да, во внешний мир. Все, что мы хотим проанализировать, все, что мы хотим понять, нам не надо этого бояться, нужно это просто поставить, положить или визуализировать впереди себя и дальше мозгом соображать и делать, да? Так вот, мы взяли. Взяли одного волка и второго волка. Они когда рождаются, они не знают. Он белый, черный, только по цвету отличается. А так, кто из них хороший, кто из них плохой, злой или добрый, не различаются. Вот вы взяли из них, да? Вы назвали, что это добрый, а это злой. То есть это добро, это зло. Это ангел или бог, да, а это дьявол. Это вы определили. Вот. И нам вот по этой притче, которая все бусируют между собой, все говорят о том, что все зависит от того, какого ты волка кормишь. И вот здесь подвох, о котором я хочу сказать. Вот вы их представили, вот здесь они вдвоем, да? А вот теперь представьте. Доброго, хорошего, боженькую, да, там вас, ангела, ангела, который у вас есть, ангел, демон, да? Вы его кормите, холите, лелеете, книжки хорошие читаете. Все такая порядочная. Все по порядку. Сегодня один, завтра, после завтра третий. Ну, по порядку все, да. Вот. Вы такие замечательные, да? Накормили вы своего доброго волка. Что получается? Другой волк, злой волк, плохой волк, демон, дьявол, там, или зло. Оно голодное. Ага. А теперь перенесите это на человеческий фактор. Если человек голодный, что с ним происходит? Голодный. Злой. Просто злой. Что он будет делать? Он будет искать, рвать эту задницу на немецкий крест, на флаг. Неважно там, что он там будет делать. Вот. И искать себе пищу. Представляете, добренький зажрался. Вот сидит он весь такой, видите, опахала не хватает, да? Весь такой прям солнышкин такой, да? Мы уже поцелуем, а зло, да пошел ты нафиг, не мое, не надо мне вот эти все плохие привычки, там, я не зла, не это, да? А он бегает. Любого человека, если вы прижмете к стенке, когда ему нечего есть, когда ему нечего делать, когда он... Наталья, я всегда не сдерживаю свои эмоции. Так вот, он будет, любой человек, искать, как выжить. Он будет искать, где пропитаться. И что он будет делать? Он будет все время провоцировать. Он будет все время ваше вот это добро, хорошенькую вашу половинку, беленькую, все время пытаться укусить. В итоге что получается? Хотите вы или нет, вы пытаетесь закрыть крышкой гноник, который есть внутри. Но он вылезет. Вылезет однозначно. А однозначно вылезет, спровоцирует ситуацию, когда внутри вы не выдержите искусственности. Я очень надеюсь, что у меня в этот раз телефон просто-напросто нет, опять не перегреется. Поэтому буду делать коротко. Поэтому я о чем хочу вам сказать. Если вы будете так четко разделять белое и черное, вы запутаетесь в конце концов, потому что будет перебор. Перебор. Это как любящая бабушка закармливает внуков. Они становятся жирненькие. А потом гормональная система, метаболизм, нарушения, все-все-все. Все должно быть в меру. Напишите себе чувство меры. Все должно быть в меру. Это с детьми, с бабушками тоже связано. Так вот получается, что если вы со злым волком, со своим, это могут быть ваши какие-то недостатки, это могут быть ваши пороки, это могут быть какие-то ваши обиды, претензии, осуждения. Все внутри, да? Не договоритесь. Он все равно будет искать пищу. И тогда вот все хорошее, все хорошее. Из хорошего получается иногда говно. Видели люди бывают у нас, да? Смотришь иногда на них, блин, обожаю, вот умные же, умные, классные, вот все. А какие-то будут переворачиваться, блин, поубивало бы. Вы знаете, таких людей они есть. Так это вот это называется, когда люди пытаются искусственно жить, когда они создают фотографию, а не 3D-картинку, которая сейчас уже в 5D переходит. И это неправильно, это диссонанс, это никак не может быть истинным каким-то состоянием, не по-настоящему. А мы находимся во времени, которое называется истинное время. Настоящее. Вы посмотрите на детей, на подростков, на молодежь, на тиктокеров, а они настоящие. Они только иногда бывают, но они настоящие проявляют свои эмоции. Да, это так, это не так. Иногда они не знают чувства такта, но они не врут себе. Этому у них надо учиться. И поэтому я вам рекомендую не делать культ из белого, доброго или хорошего, а знать, что это две стороны одной медали. Это все вот как инь-янь целое. Вы видели, в черной запятой есть белый кружочек, и в белой запятой есть черный кружочек. Они как бы поменялись. В каждом из них есть они друг у друга. И тогда это будет все гармонично. Покормите своего черного волка. Злого там, или как вы его называете, покормите. Это иногда пойти в спортзал. Если у вас есть агрессия, займитесь спортом. Выговоритесь. Нужно прокричаться. Вот это как раз есть, покормите. Если вы будете в балансе, не будете культивировать одно из другого, то тогда у вас добро не будет слащавым. Оно не будет приторным. Оно не будет искусственным. Знаете, я вам честно могу сказать, я, когда вам говорю, что я вас люблю, вы это чувствуете. Когда я говорю, я рядом, вы чувствуете, потому что я по-настоящему этому говорю. Вот это все, что я делаю, я делаю по-настоящему. И если я ругаю, я это делаю любя, но по-настоящему. И это самое важное. Если вы накормите своего волка, вы будете знать, это меня не устраивает, только злой, как вы говорите. Волк может вам сказать, так, подождите, вот здесь неправда, вот этому я не верю, вот это, вот это неискренне. Это человек там, ну, он навязывает мне свое мнение. Это скептик. Это человек, вот это вот черный ваш волк, это не зло. Но это критик, который вам время от времени подкидывает мозгу задание. Быть внимательным. И если вы будете пропорционально, гармонично все это внутри взаимодействовать, с собой внутри, мужское, женское, неважно, все вместе будет целиком, то тогда я вас уверяю, вот эта темная, как говорится, сила, вот этот черный волк, злой волк или зло внутри вас, оно будет вам помогать. Вот то, что я вам говорю, определять ваше внимание, поддавать сомнению, информацию, которую вы получаете, как у вас лимной бачок, она у вас залетает. Вот эти формы осуждения. Подождите, у меня как раз кошка выходит. Мышка у меня что, под кроватью осталась? Ну, у меня скоро там кладбище будет. Я не занимаюсь магией на мышах. Тем более на летучих хотя бы. Я веньки ходаю, он там что-то будет заниматься ими. Вот, понимаете? То есть, все должно быть в балансе. И тогда вы сможете четко, кто будет у вас? Вот этот черный волк говорит. Так, стопей, подожди. Там слишком сказки много рассказывает. А эта реклама, там, золотые горы обещает. Это не фигня. Вот это сомнение, которое должно в баланс вас приводить, вот это и есть как раз все то, о чем мы говорим. Иногда нужно, нужно. Красное, там, словцо сказать, с черным оттеночком. Вот. Чувство сарказма, юмора, которое, вы знаете, не можете сказать человеку, да, вот его как-то вам воспитание не позволяет, а он же на голову усел. Вот тогда вам ваша вот эта темная сторона поможет сарказмом это сделать. Понимаете? Поэтому все должно быть без фанатизма. И это будет очень круто. Не заставляйте, не унижайте в себе. Это то же самое, как лейкоциты и эритроциты. Они в крови. Красный, белые тельца. Закон философии, слышали? Борьба, единство и противоположностей. Мне было 14-15 лет, когда я по философию преподаватель рассказала с языка медицины. Это был мой любимый урок, когда я ему рассказывала, рассказывала о законе философии, борьба, единство и противоположностей. Эритроциты и лейкоциты. Красные и белые тельца. Если белых телец будет много, может развиться рак крови, лейкемия. Если красных будет больше, то может быть тамбозы и все остальное. То есть, понимаете? А они должны между собой взаимодействовать. И тогда они в едином пространстве дают жизнь. Все просто. Вот так оно и происходит. У нас есть день и есть ночь. Есть время бодрствования, есть время сна. Есть время разбрасывать камни, время собирать. Кто просил рассказать об этой истории, расскажу. Я ее очень-очень люблю. Расскажу на бытовых примерах. А теперь смотрите еще, чтобы вот вообще легло, хорошо было. Я вам скажу. Я, наверное, вот этот эфир в YouTube вывешу с таким названием «Как избавиться от любовницы». Ну, при чем здесь любовница и то, о чем я вам говорю. Все очень просто. Когда неожиданно появляется любовница в жизни вашего мужа, в вашей жизни тоже, что у вас начинает происходить? Вы белая паряшная жена. Все делали для мужа. А он, сволочь, такой, вот пошел там какую-то нашел. Готовенького эта любовница взяла. Я с ним промучилась, когда он был бедный, а сейчас он, когда что-то достиг, вот у него там появилась любовница наготовенькая. Что получается? Это беленькая, да? И вот тут у нее включает черненькая половинка ее. Волгу другой. И она же мыслями своими гнобит. Плохая эта любовница. Муж иногда даже бывает прав, потому что обязательно, вот он просто на пьяную голову это случилось. Вот мужа надо вначале оправдать, да? А вот это, наверное, она его приворожила. И вот здесь начинается гонение и гнобление любовницы. И со всех сторон что вы делаете? Вы каждый кушать готовите. Вы ее дрянь такую. Кстати, вот хотела сказать собаку женского рода, она как раз литературна. Вот. Она и такая бессовестная забирает мужа у детей и все остальное. Вот. вы еду готовите. Вы, да, включайте своего черного злого в руку и травите, травите своими мыслями информационная инфотемия. Помните, да? Вот это то же самое делаете своих детей и своего мужа. Ну, хрен бы с ним. Вы же еще после этого еще начинаете вот это все весь негатив и весь поток на нее изливать. Хотите, я вам скажу, как избавиться? Поговорите со своей черной половинкой. Знаете, к чему вы придете? Ваша темненькая вот эта половинка, она скажет, слушай, у тебя какая цель? Чтобы муж остался в доме, в семье. Правильно? Правильно. Так. А значит, нам нужно сделать так, чтобы любовница ушла. Есть два способа. Либо она это делает сама, либо она умирает. Ну, нечаянно упала на твой кулак. Либо с ней что-то случается. Случится, может, по-разному. Сама морду набила, голову разбила, либо кого-то подговорила, ну, еще можно порчу сделать. Да, ну, вообще, отворот такой. Ладно, это все берем такие сложные пути. У нас есть другой путь. Сама ушла. По доброй воле не уйдет, если мужик у вас хороший и тем более деньги дает. Значит, надо что сделать? Хороший повод. Вместо того, что вы вот так вот сидите и ее клянете со всех сторон, зажгите свечку и скажите, боженька, любимый, солнышко, вселенная, я прошу, пожалуйста, дайте этой девушке лучшего мужчину. Дайте ей мужа, которого бы она влюбилась бы и создала свою семью. Пусть девочка поймет, что такое семья. Это не только, когда на два часа к любовнику уйдешь, он тебе бабки дает. Это еще и другое. Это вы про себя второй половинкой будете думать. Но в этот момент времени искренне пожелайте ей счастья. Пожелайте искренне ей встретить своего человека. Понимаете, какая интересная история получается. вы ей желаете счастья. Вы ей желаете мужа или другого мужчину. Поверьте мне, боженька все услышит, вселенная точно. Тем более баба, которую обидели, она не плачет, не обижается, не говно делает, а просит счастья для нее. Она обязательно встретит мужика. Может, ей замуж не надо, может, ей нужен мужчина, но побогаче вашего будет. Счастье, эта девка привалила-то. Она отвалит от вашего мужа, у вас муж ваш. Главное, когда он придет и там извиняться будет или еще что-то. Не надо его пилить. Он не бревно. Но вы же хотели, чтобы он вернулся. Не для того, чтобы месть была. Но это отдельная история. То есть данная история я вам показала, как вы можете использовать вот эти две ваши половиночки. Не загрязняйте, не делайте голодным вот этого зверя злого. черного, который вы в этих всех притчах, во всех этих вещах используете. А накормите его тоже. Накормите правильно, и он будет вам подсказывать. И вот они будут на равных у вас внутри. Вот этот темненький не даст вас гордиться. Не даст стать не только сладким, но и духовным. Не даст возгордиться. А если вот это будет вот такое все беленькое и пушистенькое, духовненькое, то вот он обязательно спровоцирует на превосходство, на духовную гордыню. И тогда вы не заметите, где вы из белого станете говном. Даже не черным. Понимаете? Аж противным станете. Поэтому все должно быть в меру. Все должно быть сбалансировано. И вот когда у вас не будет культа, ну, духовной чистоты и вот этого всего не будет, а будет все в норме, тогда вы абсолютно четко сможете высвободить вот эту вторую свою половинку, которая вам всегда через сомнение выгодит. Так, нахер ты смотришь этот телевизор? Слушай, ну подожди, ну есть логика какая-нибудь. Это можно, это нельзя. Кстати, в эфире, где-то в интернете гуляет ролик с девкой. Молодец, она офигенно это сделала, ролик. Это можно, это нельзя. Обязательно или необязательно? Потрясающе. Это как раз было бы в нашу тему. Если бы у меня был бы, я бы его сейчас заново отпустила бы. И вот этот баланс вот этот бы вам подсказывал. Не надо засорять. Вы не помойка. Не помойка. Ваша душа, ваше тело. Это не унитаз, в который весь мусор сливается. Ну берегите себя. Экология, экология мышления начинается. Экология тела начинается с того, что так, вот эта херня мне не нравится, не хочу ее слушать. Вы богаче, духовнее, или же эти, это не станете. И эта информация, которой вы ничего сделать не можете, она вам нахер не нужна. Информация нужна. Не для того, чтобы сидеть, волосы на одном месте рвать, а для того, чтобы что-то сделать. Угу. Поэтому не перегружайте себя всякими историями. Чувствуйте, хотите сделать, идите делать, это ваш опыт. Я не имею в виду сейчас прививочную историю, я имею в виду любое действие. Хотите купить молоко за 3, 3,5%? Не надо бегать за полтора, чтобы похудеть. Или масло там. Ой, это масло с тренджерами, это пальмовое, там еще чего-то. Кстати, по поводу пальмового масла. На самом деле, оно самое дешевое в производстве, потому что оно растительное, потому что по своей сути пальмовое масло, его использовали всегда. Пальмы везде там росли, раньше-то, его выжимали и делали, но дешевое в производстве. Поэтому оно составляет конкуренцию другим маслам. Да, конечно, у него так же есть, как у оливкового масла, первое, второе, там и все остальное. В любой вещь можно найти говно, в любой вещь можно найти превосходство. Слава Богу, оно хоть растительное. Растет, а не в лаборатории сделанное. Поэтому не надо всю информацию просто-напросто потреблять, как я не знаю что. Раньше говорили, вот возьмите, раньше говорили, кофе пить нельзя. Пипец, блин, все. Пейте зеленый чай. Потом наступило время. Не, ни хрена, не пейте зеленый чай. От него давление повышается. И он неестественный для европейского вот этого пространства, потому что, ну, это все-таки на юго, в азиатской территории хорошо работает. Вот. И еще мутацию какую-то вызывает этот зеленый чай. А кофе надо пить. Если вы заметите градацию, то вы увидите, что, когда урожай кофе был очень высокий, кофе стало полезным. А когда падали, фьючерные сделки, там уже вот как-то скручивались сами по себе, надо было чай пихать. Хотите кофе, пейте кофе. Не хотите кофе, не пейте кофе. Не потому, что это сказали можно или нельзя, надо или не надо, а потому, что вы этого хотите. Ваш организм будет чувствовать, а вы разучились чувствовать. И организм тоже тупит уже. Мозг скипает. У него уже там жировые бляшки от линии наступили. Поэтому закрытая группа вы меня вдохновили на сегодняшний эфир, поэтому я эту тему здесь сказала. Теперь следующий момент. Я, вот это новолуние, я специально, оно у нас, понимаете, это полугодовое, полгода мы уже проживем, прожили, это будет середина года новолуния. Новолуние у нас будет в Раке, 10 числа. Как обычно, статья в Телеграм, я подготовила все, вот как раз вот сейчас закончила, сейчас нужно только градацию сделать разную. И для иностранцев, которые не успевают подготовиться, уже все готово практически, вот, утром вы все увидите свайпы. Все, кто участвует, заранее у вас будет. Это будет новолуние несколько необычный для вас. Увидите в инструкции. Вот, это новолуние в основном направлено. И главная цель это детокс. Я назвала новолуние детокс от информационной интоксикации. От того, чтобы вот это все утихоперилось, мусор весит, осел, его можно было спокойно убрать и отдать на переработку. Освободить ваше сознание, мозги, душу, чтобы душа, по крайней мере, докричала до вас, что вам именно делать. Не Васе, Маше, Патимату и Магомеду, а вам лично. Готовишься, вырастаешь, вырастаешь. Попадка номер 2. Мне все-таки надо раскошелиться и купить новый телефон. Не подается он работе. Он реально перегревается, просто перегревается и пишет СОС. Денис, привет! Привет, солнышко! Вот. Фатима жопка, но есть такая опция у меня тоже, как и у всех, наверное. У нее, знаете, как хреноватенько, это было. Так, золотые. Сейчас мне инстаграм написал о том, что он сохраняет эфир, я его размещаю, наколдую, я его размещаю на ютубе и он будет там. Что я хотела вам сказать? Я вам хотела сказать про нынешнее новое новолуние, да. Я очень прошу все, кто будет делать самостоятельную работу, я постараюсь вам написать это, сделать в телеграм, вот. Будьте внимательны, что будет вокруг вас, особенно из звуковых источников. Но так как оно у нас 4,16, и поэтому желательно все-таки встать так рано, никто мешать не будет, все еще спят, вибрации меньше по городу летает, вот. Сделать это работой в это время. Все, кто будет участвовать в проекте, вот, там будет у вас немножко необычная, я сказала, инструкция, вы это увидите. Большая просьба погрузиться, погрузиться в это состояние и выйти из него. Так как я его назвала детокс, это как раз будет направлено на то, чтобы из клеток прям вытащить вот эту интоксикацию именно информационную. Что вы с ним будете делать? Я там даю выбор. Рассказываю, как это может быть. Выбор не я даю, Бог дает нам выбор. Вот. Но дальше я показываю инструментами, как вы это можете сделать и во что. Преобразовать. Потому что новолуние в раке, оно офигительно заставляет нас вспомнить интуицию нашу. Чувственность, чувствительность слышать, видеть и понимать. Не на кого в это время. Мы находимся, мы не можем остановить этот планетарный квантовый скачок, который идет. Мы не можем его остановить. Он будет, он есть. Наша задача научиться правильно его чувствовать и правильно с ним переходить. если мы будем просто смотреть, кто взял ответственность и кто там что решает, козлы они или не козлы, и мы застрянем просто. На жопке, как там мне сказали, на жопке ровно будем сидеть. Нас никто не будет вытаскивать. Никто нам не скажет, слышь, там быстро, Машка, заходи в вагон, повезут. Нет. Только наше чувство, наше ответственность за нашу жизнь, за наше здоровье, за то, что мы сами это делаем, будет тогда все правильно. Я уже не помню, я, наверное, нелогично что-то сказала, но все равно. Вот это самое важное. А для этого нам нужна интуиция, выстроенность, чувственность и все остальное. Вот эта интоксикация информационная, она забивает каждую клеточку, как жиром. И тогда у нас кровоснабжение идет плохо, нервная система проводимость плохую дает. И получается, мозг, он просто замусорен всем этим. Вот это новолуние, как раз там есть практика, которая позволит при желании очень многое изменить. Так что вперед из песни. Вот. Это первое, что я хотела сказать. Второе. Для тех, кто спрашивает, будет ли эфир на тему воронка нерожденных. Будет. Я ее готовлю. Я готовлю полное расписание всех наших встреч. Они будут в других группах. Но здесь будет всегда информация об этом. В прошлой жизни мы не уложимся ни в три, ни в пять, ни в шесть часов в первый раз. Постараемся разделить это на две-три части, на несколько занятий. Будет обязательно. Все, что касается изменениям психосоматики, все, что касается здоровья. Но не работают сейчас старые технологии. Вы же видите, что с врачами случилось. Они сами не понимают, что происходит. Как так? Этот иммунитет работал, а сейчас не работает. И вообще не понимают. Этот человек должен быть умереть, а он встал. Вот такие особенности, чудеса будут выдавать наше тело, наш организм. В таких случаях, когда у нас вот здесь есть правильная, выстроенная работа взаимодействие с нашей душой. Команды давать мы должны. Вот поэтому это все мы будем с вами делать. До Нового года я распределю все это, сделаю, полное расписание я вам выставлю, оно будет у меня в актуальном. Когда встречаемся, зачем встречаемся. У всех будет время собраться в эту группу. Я не буду это делать через неделю. Обязательно будет время для того, чтобы собраться, чтобы все могли, кто изъявит желание попасть. Вот. Поэтому я вас обожаю, я вас люблю и не забывайте, что кормить надо и одного волка, и второго волка. Тогда вы будете сыты. Тогда вы будете жить полной грудью. Нельзя отказываться от всех продуктов, которые вам говорят. Я, честное слово, было бы у меня такое количество информации, была бы возможность это выдавать, я бы, наверное, точно собрала. Интервью взяла бы у одного диетолога, у второго эндокринолога, у третьего врача, у четвертого врача, а потом бы все это соединила. Это уже смешно. Могу сразу вам сказать. Эндокринолог говорит, не есть ни одних каш, никаких этих, у вас не должно быть зерновых, вообще выкиньте это один раз гречку в неделю. Другой диетолог говорит, вам нужно обязательно отказаться от мяса красного, третий говорит, курицу откажитесь, а четвертый, если все это соединить, поверьте мне, мы святые, мы будем питаться только одной водой. Все должно быть в балансе и в меру. Я вас обожаю, я закрываю этот эфир, а первая часть, первая часть, может быть, удастся соединиться, вторая, не знаю, первая часть будет на ютубе. Постараюсь сейчас ее оттуда сохранить. Если мне даст инстаграм, может быть, будет две снимает, обожаю.